Привет! Я рада, что ты пришел ко мне на практику. Меня зовут Марина Евгения. Йога является очень полезным для здоровья, для психоэмоционального состояния. И основоположниками йоги являются мужчины, хотя йогу считают женской практикой. Она очень полезна для здоровья. Я тебе буду показывать упражнения, в йоге они называются асаны. А ты повторяй, если у тебя не будет получаться, ты не переживай. С первого раза не у всех все получается. Поэтому расслабься и попробуй максимально удерживать состояние расслабленное. Давай с тобой начнем с самостройки. Присядем на седалишную кость. Скрестив ножки, удерживаясь ручками, хорошо вытянем позвоночный столб вверх и самостроимся с дыханием. Глубокий вдох и медленный выдох. Опускаем плечики вниз, ручки уложим в диаму мудро-мудро знаний. В йоге также есть практика дыхательная, капалабхати. Она дает возможность нам расслабиться и настроиться с телом. Также капалабхати разогревает наше тело. Если хочешь, мы сделаем пару дыхательных циклов. Глубокий вдох и с выдохом мы расслабляем все тело, фокусируем внимание на ощущениях. Снизу живота мы выталкиваем воздух. Глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуем ощущения в теле. Также есть банки. Это три замка. Первый замок это корневой замок. Это мышцы промежности и вагинальные мышцы. С выдохом мы подтягиваем их вверх. На выдохе подтягиваем пупу позвонку и подбородочек в веревную ямку. Глубокий вдох и выдох. Собираем все замочки, закрываем и удерживаем. Следующее положение называется воин. Очень полезно для мышц. Тонизирует мышцы, укрепляет позвоночный столб и раскрывает грудной отдел. Перейдем на столбы. Ножки. Ширина комфортная для нас расстояние. Правая ножка 90 градусов, левая 15. Поворачиваем корпус на подвздошную кость. Выводим левую ножку на носочек. Таз спускаем вниз. Отстраиваем тело колено параллельно бедру и ручками растем вверх. Собираем ладошки. Плечки опускаем вниз. Собираем лопаточки и направляем вверх грудной отдел. Убираем прогиб с поясницей. Глубокий вдох и медленный выдох. Опускаем таз вниз так, чтобы у нас было параллельно бедро и колено. Дышим. В йоге очень важно чувствовать ощущения в теле и полное расслабление. Чувствуем правую ножку. Бедро сокращается. Левая ножка. Мужцы тянутся. Хорошо. И возвращаемся. Возвращаем ручки. Возвращаем корпус. И возвращаем ножки. Собираем глубокий вдох. Снимем все напряжение с тела. И выдох. Молодец. У тебя все отлично получается. Следующее положение. Положение танцора. Очень хорошо прорабатывает баланс. Давай левую ножку. Разместим на сердце стопы. Сердце стопы у нас большая кость. И равномерно распределим носочек и пяточку. Соберем мышцы левой ножки и сделаем упорную ножку. Согнем правую ножку. Правую ручку уложим на сердце стопы, где большая кость. Локоть приподнимаем вверх. Корпус параллельно. И ручка вдоль плечевого пояса. Вытягиваем ножку вверх. Плечку направляем к тазу. Дышим. Фокусируем внимание в одну точку. Глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуем, как раскрывается грудной отдел. Держим баланс. Дышим. Вдох. Очень хорошее положение для почек. И также чувствуем вытяжение правой ножки. Прорабатываем баланс. Баланс нам нужен для гармоничного состояния. Хорошо. И вытягиваем еще корпус. Размещаем параллельно полу. Хорошо. И также возвращаемся. Возвращаем корпус. Возвращаем ручку и правую ножку. И обязательно после каждой асаны нужно снять напряжение. Глубокий вдох. И расслабиться. И медленный выдох. Тогда мы будем очень хорошо чувствовать каждую асану. Следующая асана лотос. Мы присядем также на тазы. Дверь нас далеко. Ножки хорошо вытянем. Вдоль. Возьмем правую ручку за сердце стопы. Согнем колено. И колено направим за корпус. Хорошо. Развернем стопу и голеностоп уложим на бедро. Колено направим в пол. Чувствуем здесь голеностоп. Чувствуем колено и мышцы бедра. Левую ножку мы разместим на стопу. И направим к тазобедренной. Удерживаем спиночку ровную. Ты не переживай. Если у тебя не получается, обязательно получится... С первого раза не всегда получается позиция лотоса, потому что это достаточно сложная позиция. Левую ножку уложим на ребро стопы. Приподнимем и уложим на правую ножку голеностопа. Хорошо. Удерживаем позвоночный столб. Это дает возможность активировать первый центр. Муланхара чакра. Отвечающий за здоровье и за все жизненные ценности. И также материальные ценности. Хорошо вырастаем вверх. Блечки опустим вниз. На выдохе сделаем скруточку. Правую ручку уложим за большой палец. А левую ручку за колено. И с выдохом посмотрим, как можно дальше за плечом. Хорошо. С отдохом возвращаемся. И с выдохом в другую сторону. Точно так же. Правую ручку за колено. Левую за большой палец. Скруточка. Вдох. Хорошо. Возвращаемся. Приподнимем таз сверху. Опора руки параллельно к плечевому поясу. Дышим. Хорошо. И возвращаемся. Молодец. У тебя все хорошо получается. Возвращаем ножки. Следующее положение кошка. Это положение. Давай ставим носочек на себя. Расслабим мышцы. Следующее положение кошка. Очень полезно для людей, которые ведут сидящий образ жизни. Это офисные сотрудники. Очень хорошо расслабляет позвоночный столб. И дает возможность снять напряжение с шейного отдела. Два вестилы разместим на колене. Сделаем отстройку. Колено направлено параллельно к тазобедренным. А руки параллельно к плечевому поясу. Седали ноги также на ширине тазобедренных. Руки на ширине плечевого пояса. Седали кости растут вверх. И подбородочками тянемся в небо вверх. Крички направляем к тазу. Лопаточки собираем. С выдохом подкручиваем крестец, поясницу. И подбородочек вложим в еременную ямочку. И вырастаем вверх. Вытягиваемся, как кошки утром просыпаются. И мы хорошо вытягиваемся. Вдох. Хорошо. Со вдохом сигаричные кости растут вверх. Подбородочек растет вверх. Вдох. И снова выдох. Только смотри в камеру. И последний раз. Вдох. Мне на глаза не смотри. Смотри в камеру только. И выдох. Хорошо. Отлично. Как ощущения в позвоночном столбе? Я думаю, тебе стало гораздо легче и гораздо лучше. Хорошо. Следующее положение называется асана ветра. Давай привяжем. Согнем колени. И поднимем дышевую кость. И почувствуем вытяжение шейного отдела. Направим плечи к тазу. Эта асана очень полезна для желудочно-кишечного тракта. Дышим. Легокий вдох и медленный гнидок. Чувствуем вытяжение шейного отдела. Ее рекомендуют выполнять одну минуту, пять повторений. Глубокий вдох и медленный гнидок. Расслабляем тело. Чувствуем ощущения в теле. Хорошо. И так же возвращаемся. Ты, наверное, встал? Давай отдохну. Следующая асана называется асана труп. Так и называется. Я не шучу. Действительно, есть такая асана. Она дает возможность нам расслабиться. И более чутко ощутить ощущения в теле. Насколько нам комфортно в теле. Дает возможность также настроиться на медитацию. Давай следующее положение. Приляжем. Ручки разместим в 30 градусов от корпуса. Копчик слегка подвинем, уложим поясницу в пол и расслабляемся. Глубокий вдох. И на выдохе отпускаем все напряжение в теле. Тело расслабляется. Расслабляем руки на корпус. Вся тяжесть и все напряжение с выдохом уходит с тела. Насколько? Расслабляем тело. Расслабляем правую руку, левую руку. Корпус и ноги. Чувствуем расслабление всей группы мышц. Тело отдыхает. Еще пару дыхательных циклов. Глубокий вдох. И выдох. Как ощущения после асаны? Хорошо, отлично. Отдохнули и перейдем дальше. Следующая асана называется ирлянда. Вырастаем вверх. Ножки на ширине примерно коврика. Опускаем ручки в пол и направляем крестец в землю. Как корешевое дерево. Также очень полезно для позвоночного столба. Активируем также первый центр. Очень полезное положение для девушек. Для женского здоровья. Ручки уложим в масте возле грудного центра. И вырастаем макушечкой вверх. Плечки направим вниз. И локтями отводим колени за корпус. Дышим. Глубокий вдох. И медленный выдох. Чувствуем дыхание. Чувствуем ощущения. Макушечка продолжает расти вверх. Спина ровная. Расслабляем мышцы лица. И фокусируем внимание на ощущениях. Вдох. И выдох. Хорошо. Уложим руки в пол и вырастаем вверх. Ну как устал? Отдохнем. Либо продолжим дальше. Давай выполним собакам. Мордом вниз. Да, такое смешное положение. Но очень эффективно для позвоночного столба. Очень хорошо укрепляет мышцы рук. Хорошо вытягивает мышцы ног. Подбородочек опустим в юриловую ямку. И медленно стекаем вниз. Расслабляем ручки. Выдох. Хорошо. Ручками отшагнем вперед. Вес тела перенесем на колени кошка. Из кошки выйдем с собакой мордой вниз. Вес тела перенесем на стойки. Вырастаем вверх с седалищими костями. И взгляд направляем на большие пальцы. Ноги на ширине. Тазобедренные руки. Параллельно плечевому поясу. Спина ровно. Убираем все прогибы. Позвоночный стол ровный. Плечики направим к тазу. Почувствуем ощущение в теле. Глубокий вдох. И медленный выдох. Чувствуем ощущение. Это нам дает. Это астана. Хорошо. И возвращаемся. Подшагиваем пальчиками рук. Пальчиками ног. Возвращаемся. Что случилось? У тебя что-то со спиной? Тебе нужна помощь? Ага. Сейчас одну минуту я позову массажиста. И он тебе поможет. А кто тут у нас к сестре пришел? А то что опять ты? Мрррр. Так что тебе моей жены мало? Так ты еще к сестре моей полез? Ты что придурок всю семью мою решил передать? Не получится. Я сейчас тебе покажу как тормать чужих жен и сестер. Мррр. Ты на всю жизнь меня запомнил. Ну давай!